Озимый чеснок В начале октября Место подозимый чеснок я всегда выбираю так, чтобы желательно предшественниками были огурцы, кабачки, ну или картошка Причем обязательно располагаю чеснок так, чтобы место, где он будет расти, впоследствии пошло под плубнику Это хороший предшественник этой клубники При посадке чеснока я замульчировал его слоем из сосновой хвои Это сделал я по двум причинам Во-первых, в случае, если вдруг окажется зима очень уж бесснежной и очень уж холодной А у нас бывают морозы под минус 50 То даже чеснок может вымерзать И вот слой мульчи из сосновой хвои, он защищает посадки чеснока А во-вторых, когда вот сейчас весна, снег сошел, мульча это на грядочке лежит И чеснок, хотя он исходит в этом случае позже, потому что почва под мульчой медленнее пробивается Но зато там остается вся влада И чеснок потом растет очень хорошо и активно И догоняет более ранние исходы чеснока, который посажен на грядках, где нет мульчи И даже перегоняет А если вот не мульчировать грядки чеснока ничем То после исхода снега почва там очень сильно растрескивается Вот, например, такая грядка Ее надо срочно рыхлить и потом постоянно это делать Иначе лага себя очень быстро уйдет Хотя чеснок очень неприхотлив, он в любом случае вырастет Но все-таки кое-какой уход за ним требуется И вот, в этом сезоне тепло пришло немного пораньше, чем обычно И чеснок зашел в 20-х числах апреля Это рано для нашей местности Выглядит он примерно так Надеюсь, и дальше чеснок будет расти хорошо Чтобы помочь ему в этом нелегком деле Я его, как подрастет, немножечко подкормлю разочек-другой И надеюсь на хороший урожай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!